ребята всем привет я рад вам показать новое видео хочу такую небольшую добрую традицию сделать уделить 5 копеек вставить приветы передать я посмотрел комментарии почитал вам это понравилось хочу передать приветы еще в киргизию в молдову в америку в германию спасибо всем что пишите все что смотрите кому забыл там передать обязательно передам в следующем видео ну естественно в нашу необъятную родину то есть крым ростов все кто писал то есть сибирь земляки новосибирск богдашка спасибо что смотрите очень рад ребят еще хочу спросить такой совет небольшой вот зарядное устройство достаточно такое хорошая железная вот но товарищи на нем значит заряжал аккумулятор прям на машине и решил завести автомобиль прямо с подключенным зарядным устройством естественно она перестала работать передохранитель вот посмотрел вот смотрите вот запасной есть и соответственно вот передохранитель целый зарядка не работает просто так вот у меня лежит здесь ее выкинуть проще или можно с ней что-то придумать еще тем временем по машине работа движется как видите сейчас начинаю колеса снимать во-первых переобувать вторых нужно немножко так подреставрировать решил я всем приятного просмотра вот наверно десятый раз уже отделая бачок умывателя каждый раз он тек то и текло со соединение с резинки уплотнителей где моторчик вставляется потом самого моторчика уже потекло наконец-то я вижу картину что ничего не течет получается задействовали в итоге герметик силиконовый и эпоксидную смолу то есть эпоксидка я заклеил сам моторчик и соответственно герметик все резиновые соединения вот в этом месте здесь все на герметике вот здесь стекло с этой трубочки она болталась текло вот здесь стекло а моторчик и заклеил стоит с той стороны получается там какое-то отверстие по идее она заводское такое но оттуда почему течет сейчас я хочу попробовать завести машину и вообще проверить будет ли брызгать все это дело так вот такие ошибки сейчас дата фары так ну и что попробуем где где тут омыватель у нас вот это о вот все говорят типа чё такого это бэха это обычная семерка обычно старое бревно там или дрова там как хотите коры но смотрите первый раз я вот такую вещь увидел посмотрите вот видите двойное здесь стекло так называемый стеклопакет вот это я увидел первый раз на самом деле сейчас выясняется что здесь омыватель брызгает не на стекло а прямо как-то под щетки под дворники вот смотрите а вот вот с этих дырочек еще хоп добавил вот видите вот этих дырочек реально я не знал даже приятно удивлен сходясь моментом я решил проверить дренажи вот посмотрите все чисто здесь сухо он дренажное отверстие соответственно здесь тоже сухо есть проблема когда дренажи забиваются здесь вода стоит видео фотографии в интернете так что эта проблема обошла стороной наконец-то одеваю подкрылок подгоняя машину вперед и завтра уже начну снимать диски ну и соответственно все это дело красить наконец-то не течет бачок умывателя я наконец-то поставил подкрылок принципе весь крепеж подошел а вот эта часть уже здесь уже пришлось применить такой творческий подход соответственно у нас вот здесь стяжечка это вот единственное родное крепление здесь у нас саморезик здесь стяжечка стяжечка вот соответственно 22 саморезе к тоже единственный мой косяк по кузовщине то есть что я сделал здесь где врезался это вот эта часть бампера это даже на камеру там сняли нас автомойки выезжал я и просто там какая-то типа ступенечка такая незаметная вот ну плюс у меня машина покатилась блин миша бампер красил охренеть виноват как бы говорится виноват так виноват очередной этап подготовки к летнему сезону это покраска колес вот полюбуйтесь в каком состоянии находятся диски вообще изначально я мечтал 128 стиле бмв думал девятнашечки найду вот на широкий будет просто пушечка просто бомба но дошло до дела как говорится начал смотреть варианты искать и понял что оригинал 128 стиль они колеса очень красивые но они очень хрупкие то есть они практически все продаются колоты или после ремонта или требуют ремонта аска в основном они уже и ремонтированные и вареные и какие-то диски допустим требуют снова ремонта и причем стоит это удовольствие достаточно дорого там от 20000 за комплект чисто дисков так что 128 стиль пока что только в мечтах и параллельно я узнаю что оказывается вот эти диски такие но на вид конечно не очень но по дизайну я имею ввиду не такие эффектные они как тот же 128 стиль это 92 стиль оригинал бмв ковка то есть эти диски они прочные они легкие они очень крутые на самом деле но выглядят конечно достаточно незрачно ну дизайн я конечно не исправлю вот эти все моменты неприятные я постараюсь исправить думаю у меня пару дней уйдет на это да и кстати эти диски разноширокие ну и соответственно резину я купил разноширокую и все в оригинальном размере ширина перед 9 джей зад 10 джей соответственно ширина шин тоже разная 275 и 245 план такой сейчас шкурю сначала грубой шкуркой смотрите вот эти все дела до потом шкурю 400 кайна с водичкой отрезаю соски убираю эти колпачки снимаю резину так получилось что радиусе 100 метров здесь в гаражах три шиномонтажки поэтому с этим проблем никаких нет то есть я буду возить на другой машине скорее всего на маздочке колеса переобувать ну и соответственно красить уже без шин все чтобы все было удобно чтобы ничего не надо было закрывать вот таким в общем макаром будут действовать есть еще такой момент что вот эта поверхность она такая более глянцевая изначально ну здесь даже этого не заметно на этом диске а вот на вот этом например заметно вот это и эта поверхность они в принципе разные к сожалению я не смогу покрасить так чтобы они были тоже разные у меня будет все серебристого цвета короче хорош ля-ля погнали вот посмотрите с обратной стороны получаются у нас бмв германия 10 джей 19 дюймов 0202 это наверно год месяц год выпуска ну вот начало положено два диска съездил на монтажечку разул один диск оказался у нас с датчиком давления но вот немного поврежденным таким 2 диск просто с обычным соском сейчас буду зашкуривать зачищать все это дело 10 400 к я уже попробовал замотовать в принципе неплохо получается вот так вот происходит процесс весь потихоньку диск очень большой туда я могу туда весь практически залезть в единственно вот эти мелкие отверстия в принципе могут возникнуть трудности какие-то но я думаю мы преодолеем в общем такие дела 1 диск вон я зашкурил маленько помыл его сейчас сохнет его сейчас обезжиркой протереть можно красить делаю значит такой водостойкой наждачкой это 120 вот такого плана делаю то есть полностью до металла этой шкуркой стираю а остальное все 400 к в принципе тоже водостойкая такая неплохая шкурка не шкурка наждачка шкурка потому что так можно раскритиковать утверждение что это шкурка короче замучился шкурить второй диск здесь множественные такие повреждения вот то есть получается влага попадает внутрь и там коррозия такая начинается такие вот буду материалы использовать такой вот грунт получается серый мотив такая вот краска серебристая фауст такой ну у меня мотивовский тоже лак есть принципе я думаю они примерно одинаковые самое главное это чтобы этого баллона одного хватило у меня на весь комплект именно краски потому что от баллона к баллону немного бывает цвет гуляет но и хотелось бы чтобы диски были одного цвета диск обезжирил протер ну так на первый раз по крайней мере у меня сразу же вопрос такой возник как я здесь буду красить видите здесь же тоже поверхность ну не знаю попробую как-то подлезть не знаю с другой стороны может первые выкрасы попробую как это будет лучше наверно конечно в гараже красить потому что ветра нет гаража лучше будет краска ложится наверно так и сделаю вот ребят полюбуйтесь первый диск грунтом я покрыл но вот как и говорил присутствуют такие небольшие косячки конечно без них никуда и сколько ни три все равно не остаются все-таки рукопашку работал небольшие косячки такие конечно остаются опять же ну вот эта бордюрка осталась да смотрите бордюрочка вот это совсем чуть-чуть и где-то какие-то моментики вот ими мелкие такие есть вот такие вот такие вот такие надеюсь там на качество покраски то есть это все не облезет так скажем по крайней мере внукам конечно моим может не хватит этой покраски я успею покататься ну еще после меня кто-нибудь успеет покататься так что все дубасим дальше ну вот ребят совсем недавно я боролся с водой которая капала со стены да а сейчас сам разливаю воду по гаражу хожу да вот как быстро все меняется первый слой грунтика я накинул сейчас подсохнет и буду 2 ложить ну а сейчас посмотрим какого цвета будут у нас диски стандартный вот такой серебристый цвет ну хотелось бы конечно чуть посветлей ну ладно я думаю на солнце он будет получше смотреться диск постоянно кручу потому что очень сложный рельеф такой и невозможно просто вот прямо его поставить и покрасить все обязательно что-то будет вне зоны моей видимости поэтому диск постоянно кручу то есть пять секций здесь и пять раз я его буду прокручивать немножко но это ни в коем случае не инструкция к применению к действию там призыв к действию что именно так надо что именно так правильно просто так возможно делать и получится сами увидите что получится ребят сейчас начал замечать что у меня от этого лака аж в носу липко стало и вспомнил про вот такой респиратор который у меня лежит соответственно сейчас воспользуюсь им с ними я думаю будет подручней все ребята лаком я покрыл этот диск сейчас отнесу его на сушку примусь за другой ну что ребят кстати вот такой вот еще респиратор нашел в том вообще он супер защищает но достаточно плохо видно вот эти места там где прокрасы где не прокрашен этот глаза не защищает но зато хотя бы видно на сегодня покрасочные работы закончены оба диска покрыл получается два с половиной слоя грунта два слоя краски и слой лака смотрите головка раз еще вот два инструмент проблемы с откручиванием вот с гайками таких проблем вообще нету вот эти болты но я не знаю зачем их придумали во первых одевать неудобно на шпильке гораздо удобнее колесо накидывать во вторых ну смотрите вот она она хотя бы я сейчас вытащу туда плоскогубцем и хорошо но как бы инструмент реально ломается эти болты понятно непрофессиональный шиномонтажник у меня нет супер там всех этих навороченных ну такими вещами никогда проблем не было уже следующий день вот сейчас зачищаю диск очередной это самый худший по состоянию вот взгляните здесь просто все здесь просто все куском от 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 слоилась с ним повозиться придется дольше всего победим его тоже сейчас можно взглянуть сравнить так скажем результаты вот как было а вот как стало в принципе я думаю неплохо неплохой результат ну что ребят покрасочные работы подошли концу сейчас положил слой лака в принципе все сейчас подсохнут колеса я думаю сегодня даже может быть переобуют поставлю их на машину и выкачусь гаража что хочу сказать бюджете мероприятие составил меньше 1000 рублей получается грунт баллон грунта 270 рублей там краска 250 вот примерно столько же полный баллон грунта полный баллон краски и пол баллона лака где-то так пару листов наждачки соответственно три соска я поменял на четвертом колесе датчик датчик давления в шинах стоит не поднялась рука его сорвать там убрать такие вот дела конечно не в заводских условиях ну соответственно просто косметический окрас такой лишним он точно не будет учитывая то в каком виде бы были все эти диски особенно один из них кажется вот этот весь лак там отслаивается но вообще просто ужасное состояние хочу показать еще покупочки но соответственно вот эту заглушку я показывал уже 200 рублей и вот такую штучку в бампер нашел я тоже на разборе вот сюда она ставится 500 рублей она стоила сейчас хочу это все установить как-то бампер хрустит подозрительно на немцах бампера такие интересные куча встай всяких вставочек пластмассочек которые можно отдельно на разборе продавать то есть вот это 500 вроде дешево да это 200 тоже копейки потом вот это уже там за 3000 кажется мне предлагали вот эту штуку видите здесь не хватает мне вот эту штуку полностью за 3000 предлагали представляете сейчас инсталирую вот эту штучку заглушечку вниз она должна показывать да опа опа а почему так ну-ка может наоборот попробовать хотя все говорит о том что вот так на блин не ставится а почему вроде ничего не сломано здесь ну что старая добрая эпоксидка или не знаю я понимаю что как-то уплотнить это надо сидела версии какие-то будут как это сделать грамотно ну реально вот смотрите здесь ничего не сломано вот этот крепеж на месте эти на месте на бампере но тоже не может на бампере что-то отломано но не видно что там чего-то не хватает короче я ее сейчас снимаю кину в бардачок но и буду придумывать какое-то цивилизованное решение то есть забивать там наглухо тоже не вариант потому что иногда надо будет снимать вот ну и изоленты тупо обмотать это же мне кажется не наши методы правильно ребята еще одна покупочка вот зацените купил колпачки центральные для дисков потому что почему-то ребята наши на монтаже под питером почему-то они решили что эти колпачки им нужнее и соответственно две штуки у меня не хватало а две оставшиеся они разные вот такие старые достаточно в общем а заботился о покупке новых колпачков зашел сначала тоже в автограде в магазине грубо говоря 800 рублей комплекта китайских колпачков зашел на алиэкспресс и смотрите за 1320 штук взял то есть 800 рублей 4 штуки а двадцать штук я взял за тысячу триста стандартные колпачки получаются 68 миллиметров под отверстие 68 миллиметров но грубо говоря 7 сантиметров так что если штук бмв воду новосибирска у кого тоже не хватает колпачков можете заезжать поделюсь так сказать добром сейчас четыре штуки воткну сюда соответственно новеньких на покрашенные диски это будет вообще пушечка просто остальные будут лежать ждать ну вот как видите все идет своим чередом наконец-то мне удалось побороть эту течь водичка текла текла наконец-то она перестала на место дел подкрылок это колесо которая несчастная на неделю стояла здесь машина без колеса колесика как видите косметически обновил еще раз хочу сказать что труд маляра он реально заслуженный те деньги что-то берут малярка пять тысяч за элемент но это реально когда человек готовит к покраске вот это все дело очень много сил уходит какие планы сейчас на машину в первую очередь как бы в комментариях писали помыть днище то есть спереди есть у нас мойки такие то есть где моют из ямы возле к человек залази моет снизу машину есть эстакад моют первую очередь заеду помою значит ходовочку переднюю я думаю можно заехать и ну и либо самому как-то осмотреть вообще ходовую часть в принципе ничего не стучит но перед развал схождения все равно надо инспекцию ходовки сделать ну естественно сход развал в первую очередь потому что шины я отдел чтобы резина не уходила сход развал сделаю ну и конечно же нужно уже покататься на машине наконец-то на ней не течет не с гидрача есть бачок умывателя я поставил туманки все это надо затестить колеса новые затестить там вибрации есть нету вот это все очень интересно и как-то нужно уже начинать бороться строением то есть я думаю черед настал то есть машина иногда троит иногда не троит то есть нужно проводить диагностику читать ошибки в общем ждите новых роликов я очень рад что смотрите всем огромной удачи и счастливо а